Привет, дорогой Тигран, привет. Слушай, ну ты скажи мне, скажи мне, всё-таки это мужчина или юноша, если мужчина мне там посоветовала, участница школы, человек будущего, homo futurus, шею сделать пошире и плечи сделать пошире. Или ты как считаешь, вот посмотри, сделать здесь светлее или наоборот бороду сделать или как? И где ты находишься, в какой стране, скажи. Мы же участники школы, человек будущего, homo futurus, здесь много стран. Давай, давай, скажи. Добрый вечер вам, малята, люби хлопчики и девчата. Вечернюю казку Гіда Панаса закінчивалось дні мого дитинства в радянской Украине. Зараз я знаходжусь у Німеччини. Их бін дойчерштадт бюргер. Да, немецкий наш. А как твое имя Тигран? И при этом ты на украинском говоришь. И ты из Украины был, да? Ты из Украины был, да? А имя твое Тигран? Я до 2018 года, 50 лет прожил в Украине. А почему имя такое Тигран? Ну, скажем так, по линии отца у меня были карские армяне. Вот ты посмотри. И украинский знает. А мама кто была? Немка. Немка. Ну, понятно. Короче, это точно школа человек будущего, homo futurus, где люди из многих стран, разных национальностей, и мы все вместе создаем науку человечности. Очень хорошо. Как говорят немцы, немцы и бин интернационалитет. То есть я, я, да, я интернациональный. Да. Ты мне сказал вот на Медне, что очень хорошо бы рассказать, что такое точка сборки. Вот у Кастанеды была точка сборки. Я хочу об этом тоже сказать. Два слова, чтобы мы долго не распространялись. Хочешь, мы скажем об этом, о доминанте, которая является вектором внутримозговых отношений. И если у человека она сдвинута, то через эту точку сборки, так сказать, весь мир у него по-другому воспринимается. Сказать, да? Я бы, да, я бы сказал, что через точку, если сдвинуть эту точку сборки, ну, скажем, неосторожно, условно говоря, каким-либо действием, какой-нибудь ментальной котировкой человека, то это может привести к деперсонализации личности. То есть, ну, с этим надо быть очень осторожным. Что такое деперсонализация личности? Кому интересно, интернет в Яндексе, вы можете это найти. То есть, это практически там пол шара дыши внутри. Ну, мы об этом будем говорить в следующем ролике, который я назвал в кавычках «взрывной» или «убойный». И все переходят на Телеграм по моему приглашению, чтобы там посмотреть его в полном размере. И у всех, чтобы открылись глаза на явление события, которое происходит у нас, где нас вот таким образом иногда кодируют. То есть, сдвигают точку сборки, то есть, создают доминанту. А я сейчас хочу сказать, что так же происходит и по природе организма и психии человека. Когда, например, у человека появляются фобии. Фобии. Вот он, например, испытал неожиданно стресс, испытал криз небольшой. Напряжение психофизическое резко выросло. И в этот момент сформировалось доминанта, содержанием которой является... А вдруг это будет повторяться? А вдруг, а что это? Неизвестно. Что это такое? Неожиданно вдруг распахнуло, схватило. Человека трясет, он не понимает, что с ним происходит. У него полный дискомфорт, у него страх. Ахакаса Крис. И после этого точка сборки сдвинулась. Образовалась патологическая доминанта. Которая не интегрирована в целостность мозговых процессов. Она как бы стоит на обочине. И она диктует. Но поскольку доминанта, по моему определению, это вектор внутри мозговых отношений, через нее все и происходит. Все другие доминанты блокируются, она одна. И скажи человеку в этот момент, что-либо он ничего не слышит, не видит. И так формируется фобия. Давай я на этом закончу, потому что... Я хочу вас дополнить, что, Хосан Анатольевич, с помощью метода ключа. То есть образованную доминанту. Можно выбить, разрушить. Это очень важно для людей, которые попали под воздействие каких-то религиозных сект или же там эзотерических школ. Метод ключ на самом деле просто как молоток, как музыка и сиди с ним, просто и действие. То есть берешь, действуешь один-два раза в день, как угодно. Со временем это доминанта того воздействия, под которое попал человек. Это, конечно же, эзотерическая школа, культ какой-нибудь религиозный. Она постепенно исчезает. То есть это, скажем так, действенная практика. Действенная, жесткая, но в то же самое время она и мягкая практика, которая мешает человека вот этой зависимости. Потому что ты упомянул секты сейчас. Там как раз-таки используется механизм разгрузки и загрузки. Разгрузка и загрузка делается за счет повторяемых движений. Ну, не будем сейчас об этом говорить. Мы сейчас как бы только интригу сделали. Оно сделали, что у нас будет именно действительно взрывной ролик. Где... Самый уметочный рисует замечательную схему. Он вернется лет на 20 назад, нарисует замечательную схему, с которой он начинал с путь объяснения в массе. И сейчас он делает более красочную. Наверное, такую прекрасную картину. Хорошо, хорошо. Да, если кто-то что-то не расслышал, потому что, может быть, звук был плохой, мы все-таки на дистанции общаемся. Вы задавайте там вопросы, друзья. Пишите в комментах вопросы, да. И Играм, я надеюсь, ответит на вопросы, да? Да, вот смотрите. Вот это я тоже занимаюсь психотерапевтической, арт-терапией. Чуть громче говорить, Играм. Чуть громче. У меня вот моя куртка, которая у меня, это моя арт-терапия. Так. Я тоже не умею рисовать, беру и рисую, там, что же получается. Ну, покажи поближе, покажи поближе. Это ты на куртке нарисовал, что ли? Да, да. Чуть-чуть ближе можешь? Чуть-чуть ближе, чтобы ярче было видно. Да, не надо. Видно, но немножко бликует. Это ты все нарисовал, что ли? Да. Ну, молодец. Ты в следующий раз придумай, как камеру, ну, в смысле, свет поставить, чтобы ярко было видно, чтобы все посмотрели, порадовались. Какие необыкновенные вещи ты умеешь делать. А давно ты этим занимаешься? Вот-вот-вот, уже проявляется, уже проявляется. Смотри, как интересно. Я прошу, друзья, все, пожалуйста, пишите комменты. Пускай нам Тигран в следующий раз в одном из роликов покажет это, чтобы было, о, что-то у него там. А вот лицо там нарисовано, это ты нарисовал? Ну, скажу честно, лицо рисовал у меня профессиональный художник. Ты молодец какой! У нас все по-честному. Следующий ролик будет когда? Не всякий человек, который умеет рисовать, может нарисовать этот самый портрет. Это портрет Джима Моррисона. Да, ну, все, кто знает, что такое, все, кто любит рок-н-ролл, знают, кто такой Джим Моррисон. Рок-н-ролл, рок-н-ролл. Отлично. Я тоже любил рок-н-ролл, и я помню, что... Ой, какой был парень, какой был парень один там по рок-н-ролл. Оказывается, дело было в свободе. Дело было в свободе. И в рок-н-ролле были повторяемые движения. Свободные, повторяемые движения, которые снимают напряжение. Вот почему рок-н-ролл и пошел по всему миру. Ну, рок-н-ролл... Трудно идут. А вот там, где свобода дается, лучше распространяется. Скажи, пожалуйста, Тигран, вот если мы сейчас завершим нашу встречу, все-таки мне нужен твой совет. Потому что у нас коллективный раз... Пусть это будет молодой парень, Касай Магомедович. Что? Пусть это будет молодой парень. Если это будет молодой парень, мы ему щечки немножко сделаем уже. Щетинку уберем, да? Или оставим? Пускай будет легкая борода. Легкая борода, не надо ничего. Легкая борода и кадык пускай будет. Вот сделать посветлее, да, чтобы кадык был? Да. И легкая борода. А то он похож на кого? Не, ну он похож на этого. На турецкого... Фаворита турецкого султана. Ну, они там, любили мальчика. Обязательно кадык сделаю, чтобы он был похож на мальчика, а не на фаворита турецкого султана. Обнимаю тебя. Всем любви, дрожьбы, здоровья. Всем, друзья, до встречи. Счастливо. Без баллов. Чусь. Спасибо, Тигран. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...